привет друзья ну что мы давно с вами не виделись извините что не было давно роликов но у меня был очень сложный период я его я его называю период после сливного похмелья когда требуется время чтобы прийти в себя после слива достаточно большой суммы и иногда на это у меня уходит даже месяц полтора иногда 2 в этот раз я надеюсь все будет быстрее хотя вот последние недели пока последние дни пока не было роликов они конечно прошли совершенно ужасно в течение 10 дней я сливался 6 раз выглядела это так примерно так как рисовали на схеме для некие папана мои хейтеры сходил заработал 500 рублей на массовке либо чуть больше даже причем в течение дня думал о том что неплохо подкопить походить неделю и хотя бы несколько дней но потом пока ехал домой приходили мысли ой нет это долго трудно скучно начну-ка я с 500 рублей или 700 300 иногда даже приходил тратил 2-3 часа и денег как не бывало в тот же день буквально на следующий день снова шо зарабатывал результат был тот же все это естественно происходило в марафоне как вы понимаете плюс на меня давил еще то обстоятельство что нужно было оплатить интернет я все время думал сейчас немножко поднимусь вот тогда выведу а я никак не поднимался все сливался я а срок оплаты был все ближе и ближе затем соответственно я снова шел на массовку снова зарабатывал в четверг я тоже думал туда пойти но утром передумал я нашел вариант лучше снова устроиться в налоговую на этот раз на этот раз уже в другую еще дальше она дома находится но тем не менее когда меня останавливали расстояние никогда и я два дня там сейчас отработала заработал уже 1500 рублей мог снова оплатить интернет но снова этого не сделал и положил снова все не в битфайр а в фарафон но грусть по упущенному еще не прошла поэтому вот и от этой 1500 рублей я избавился очень быстро за два-три часа мало того еще ренат мне одолжил 3500 рублей на несколько дней я собирался ставить в битфайре там я действительно начинал ставить но вместо того чтобы как я пообещал начать ставить на футбол я тоже первую ставку поставил на чилище сет затем начали чем матч он проиграл 16 я потерял полба пол баланса затем поставил непонятно куда на непонятно кого на 2-0 по сетам какую-то перу в теннисе не пера а перу именно там проиграл все оставшиеся таким образом число моих сливов в этом году достигло уже 67 какие же мои дальнейшие планы в результате всех вот этих вот действий я окончательно понял что все же во-первых играть только в марафоне и нигде больше мне этого не подходит марафон никогда нельзя использовать как основной сайт тем более когда я вот в таком состоянии когда все еще помню большую сумму на счету марафон должен идти как дополнительный сайт битфайр с другой стороны вступать в битфайр с недостаточно большим балансом тоже не стоит ну естественно он будет не намного больше у меня и когда я похожу в налогу некоторое время он не будет огромный это понятно мне придется снова начать не больше чем со 100 долларов но тем не менее так вот какие мои планы я даже опрос в контакте провел на тему того что вы думаете произойдет через неделю а я похожу еще две-три недели в налоговую на эту подработку как вы думаете отдам ли я 3500 ренату или снова залью их на счет или может быть еще что-то произойдет так вот большинство людей уже практически 63 человека может быть уже и больше пока я монтирую ролик ответили что ты все зальешь на счет и в тот же день все сольешь вот так вот такую репутацию если выработал ну собственно чему удивляться дорогие друзья я вас спешу разочаровать те 3500 рублей которые я заработаю на следующей неделе на массовке ой извините на подработки в налоговой целиком и полностью пойдут ренату как я это сделаю очень просто я это могу обещать дело в том что моя непосредственная начальница которая переводит деньги за работу она уже поставлена в известность мной что эти деньги часть 3500 рублей нужно перевести не мне а на карту друга рената поэтому эти деньги просто ко мне не попадут вот и все поэтому те кто голосовал за второй вариант в этом списке вы уже ошиблись и так фактически я буду на предстоящей неделе заглаживать свою вину перед ренатом и верну ему эти 3500 рублей часть останется ставить я на них не буду они будут у меня храниться в виде наличных таким образом на следующих выходных ставок не будет далее я хожу еще одну неделю в налоговую и таким образом сумма у меня достигает уже порядка четырех с половиной пяти тысяч рублей и именно с этой суммы я начинаю ставить возможно а возможно что я сделаю еще неделю перерыва и похожу еще неделю на подработки и заработаю еще порядка четырех пяти тысяч тогда уже начну точно с уста долларов да мне это неприятно трудно работать в этом месте мне противно заниматься такой монотонной скучной работой за два дня я уже там утомился но что делать я пойду на это я потерплю с ненавистью скрипя зубами но я это сделаю потому что я понимаю что так или иначе но здесь я быстрее заработаю деньги чем на массовку а ничего другого искать я извините не буду потому что время потраченное на поиски оно тоже что-то стоит естественно я не буду ни на какую работу ходить нормальную в вашем понимании пока я найду эту нормальную работу я потрачу кучу денег и времени на поездки на собеседнии и так далее тем более я понимаю что эта нормальная работа она все равно временная на пару недель всего лишь какой смысл тогда у всех свеж в памяти мой подъем с 65 долларов до 2,5 тысяч долларов и еще выведено было около 500 если вы думаете что это случайно что мне повезло ну можете так думать но это неправда да очень много из этого баланса я сделал за счет тенниса ну допустим мы вычтем теннис вычтем даже полторы две тысячи если все равно тысячу долларов то я прибавил за счет футбола прибавил с начальных четырех тысяч рублей вот и сами посудите какой смысл ходить куда-то и зарабатывать какие-то крохи на работе тратить время когда достаточно заработать буквально несколько тысяч четыре пять тысяч чтобы с них снова начать но мне нужен просто небольшой перерыв перерыв отставок сегодня к сожалению Ренат этого не понял он до сих пор меня видимо до конца не знает что когда я пишу все нормально да я спокоен я буду сейчас стоять на футбол осторожно по чуть-чуть это ничего вовсе не значит это может ровно значить то что наоборот я могу взять и первую ставку поставить все на теннис писать я могу все что угодно поэтому Ренат еще раз я тебе напоминаю ну не надо мне денег переводить не надо ни в коем случае как бы я не уверял что я спокоен я сам должен выстрадать так сказать этот стартный капитал собственными руками только тогда я буду понимать его ценность буду с ним обращаться максимально осторожно но я должен отдохнуть немного за десять дней шесть сливов это извините кое-что я хотел сейчас рассказать еще о том к чему меня подтолкнула запись Юли одной моей подписчицы и подруги может быть это конечно было написано не серьезно на эмоциях так сказать когда игрок на которого она ставила слился это был Пуиль в матче с Надалем у него по моему матчболы были он был назван нехорошими словами я их не буду повторять вы их сами прекрасно все знаете так вот я хочу сказать о том может быть это вам будет странно от меня слышать но это правильные слова я сейчас скажу спортсмены не виноваты в том что проигрывают ваши ставки если вы действительно хотите стать профессионалом в этой области если вы хотите стать топ аналитиком топ капером в своих проигранных ставках вы должны винить только себя даже если какой-то договорняк вы видите казалось бы да ну сволочь игрок ну что же он делает ставка должна была пройти а потому что он не играет она не проходит ну и что вы делаете ставки имеете ввиду что такие матчи возможны закладывайте их в свои ставки не надо брать большие суммы на маленькие коэффициенты в надежде на вернечок не нужно брать и чрезмерно большие ставки на нормальные коэффициенты подсознательно понимаете что вот здесь то здесь то может быть договорняк в любом матче может быть игрок с 5-0 отдаст матч сет такое может быть к этому просто нужно относиться спокойно ввел игрок 5-0 проиграл 5-7 ну ничего страшного вы же поставили не 20 процентов от банка не 30 не 40 всего лишь 2 процента ничего страшного у вас ведь много денег правда? правда продолжайте играть дальше это не игрок идиот козел сволочь это вы сами такой значит вы ставить не умеете поэтому конечно же конечно же нужно ругать прежде всего самих себя поэтому я надеюсь что Юлия отписал просто на эмоциях и что это написано не серьезно потому что если это так естественно перспектив не видать в этом деле во время ставок вообще эмоции нужно отключать как это делать я сам пока не расскажу но к этому нужно стремиться только с холодной головой только четкий и хладнокровный расчет причем если ставка обидным образом не сыграла вы должны по прежнему оставаться спокойным если вам повезло и вы достаточно много выигрываете вы тоже должны оставаться спокойным у вас не должна появляться корона на голове и вы не должны думать так короче я вообще гений король ставок что тут думать то над следующей ставкой и так все пройдет а ладно короче тут пару секунд сейчас поанализирую ладно поставлю такого тоже не должно быть выиграли вам тоже должно быть все равно в идеале что вы вообще не знали какой у вас баланс ставьте себе и ставьте может вам вообще просто закрыть циферку баланса рукой и все так будет лучше и вам и мне наверно так лучше делать потому что я тоже пока к сожалению в этом успехов не достиг в самоконтроле а что хорошая идея кстати ну что вам еще хочу сказать вот сейчас когда я закончу этот ролик буквально через 15 минут у меня будет видео интервью с Юлиусом который он называет подкаст после того как оно будет обработано естественно я дам вам на него ссылку а также я дал текст в интервью одному блогеру из sports.ru вот ссылка на него в моей группе естественно тоже ссылка есть это первая часть будет еще 2 всего 20 вопросов сейчас вы пока можете увидеть ответы на 10 из них в общем друзья жизнь продолжается как вы понимаете мне ничто не помешает сделать снова нормальный баланс это лишь вопрос времени и не более поэтому продолжайте в меня верить верьте в себя и сейчас вот скриньте то что я скажу но до конца года этого у меня будет баланс не менее десяти тысяч долларов а к концу следующего года я отдам большую часть всех своих долгов который сейчас составляет 25 миллионов рублей в идеале отдам все за всем прощаюсь пока пока